Антон Семёнович Макаренко – известный на весь мир педагог, писатель. По мнению ЮНЕСКО, относится к четырём педагогам, определившим способ педагогического мышления в XX веке. На протяжении 12 лет Макаренко возглавлял колонии, где находились малолетние правонарушители, и добился того, что все его воспитанники выросли достойными людьми. Никто не вернулся к своей прежней жизни. Родился Антон Макаренко 1 марта 1888 года. Его отец Семён Григорьевич работал мастером малярного цеха. Вот для сына олицетворение высоких традиций рабочего человека. Честный добросовестный работник, требовательный к себе и домашним, прямой и независимый по отношению к начальству. Сумел воспитать эти качества в сыне. Мать писателя Татьяна Михайловна живая, дарённая натура, талантливая рассказчица, обладала прекрасным чувством юмора. Родителям Макаренко не пришлось учиться в школе. Тем сильнее они стремились дать образование сыну. В его классное начальное училище он окончил лучшим учеником. Поступив в четырёхклассное училище, Антон Семёнович сразу виделся, как способный трудолюбивый ученик. Поражает широта интересов Макаренко. Он играет на скрипке, поёт в школьном хоре, пишет стихи и филетоны, хорошо рисует, занимается гимнастикой, регулярно посещает театр и участвует в школьных спектаклях. Главное увлечение Макаренко – это чтение. В 1914 году Антон Семёнович поступает в Полтавский педагогический институт. В 1917-м поканчивает его золотой медалью. В сентябре 1920 года Антон Семёнович принимает предложение организовать и возглавить колонию для несовершеннолетних правонарушителей под Полтавой. Условия, в которых создавалась колония, лучше всего описал сам Макаренко. «Постельного белья у нас было полторы смены. Всякого иного белья и вовсе не было. Изудранные пиджаки кое-как прикрывали человеческую кожу. Очень редко под клевтами оказывались остатки из левшей рубахи. Большинство обертывало ноги портянками и завязывало веревками. Наши воспитанники всегда были голодны, и это значительно усложняло задачу их морального перевоспитания. Педагог начинает формировать из нескольких десятков ярких, но и чрезвычайно запущенных личностей коллектив. Важнейшей функцией коллектива педагог считал защиту интересов каждого его члена, создание среды нормального психологического климата, способного дать каждому защиту и свободу творческого развития. Второй важнейший компонент педагогической теории Макаренко – воспитание в труде. На примере сотен своих воспитанников он доказал, что производительный труд является мощнейшим средством человеческого профессионального гражданского становления личности. Система нравственного и эстетического воспитания педагог включал книги, музыку, живопись, посещение театра и кино, а также окружающую обстановку, обилие цветов на территории и в помещении, натертые до блеска полы, белоснежные скатерти, аккуратная одежда и прическа. В течение четырех лет Максим Горький переписывался с колонистами и их руководителями. И в 1928 году Горький приехал в гости. «С самыми счастливыми днями в моей жизни и жизни ребят», назвал Макаренко «Три дня, проведенные писателем в Куряже». В этом же году Макаренко навсегда покидает колонию. В апреле Антон Семенович пишет Горькому, «Я веду колонию восемь лет. Я уже выпустил несколько сот рабочих студентов. Посреди общего моря расхлябанности и дармоедства одна наша колония стоит как крепость. А меня едят даже не за ошибки, за самое дорогое, что у меня есть, за мою систему. Ее вина только в том, что она моя, что она не составлена из шаблонов». И все же замечательный эксперимент не был прерван. Макаренко смог продолжить его в трудовой коммуне имени Тершинского. В 1925 году Макаренко начинает писать книгу, которая суждена стать главной его книгой – педагогическую поэму. К идее написания книги Макаренко подтолкнул Максим Курький. Он же выразил полное ее одобрение. Поэма очень удалась вам, не говоря о значении ее сюжета, об интереснейшем материале. Вы сумели весьма удачно разработать этот материал и нашли верный, живой, искренний тон рассказа. Большинство героев поэмы имеют прототипов. Некоторым из них автор оставил подлинные имена, некоторых немного изменил. Агроном Ферре назван Эдуардом Николаевичем Шире, руководитель клубных дел колонии, а позже и коммуны, Терский. Перским. Вот как сам Макаренко охарактеризовал сюжетно-композиционную структуру книги. В первой части педагогической поэмы я хотела показать, как я неопытный и даже ошибающийся создавал коллектив из людей заблудших и отсталых. Во второй части я сознательно не ставил перед собой тему переделки человека. Я задался целью изобразить главный инструмент воспитания – коллектив и показать диалектичность его развития. В третьей части у меня богатый материал для изображения такой переделки и доказательства того, что силами коллектива эта переделка легче и быстрее. Педагогическая поэма вызвала восторженные отзывы читателей. Эта истинная педагогическая поэма вдохновенная книга о переделке психики. Она, как Эмиль Жан-Жака Руссо, «Ступень в развитии науки о воспитании». Максим Горький. Педагогическая поэма «Самая известная книга Макаринка» переведена на 36 языков. 1 апреля 1939 года Антон Макаренко скоропостижно скончался от сердечного приступа. Незадолго до смерти Антон Семенович писал своему воспитаннику, полковнику советской армии Василию Ларионовичу Клюшнику, о том, что его навещают бывшие воспитанники. «Народ все правильный, и моя совесть не страдает». Редактор субтитров А.Семкин»